Всем привет, с вами снова я, Артём, и это новости кино. Кассовые сборы Барбин Геймера, новый трейлер Марвелок, проблемы фильма Бордерлэндс, первые кадры Рик и Морти аниме и Эппл покупают Дисней. Так что хорош трепаться, или как говорится, cut the crap. Новости недели. В этом месяце вышел целый шквал голливудских премьер, новая миссия невыполнима, Опен Геймер и, конечно же, главный фильм года. Разбирать я их не буду. Так что если вам не втерпёшь узнать все скрытые детали этих проектов, или узнать мнение у тех, кто уже посмотрел фильм на Западе, то загляните в англоязычный Ютуб. И это не проблема, если вы не знаете иностранный язык. Благодаря нейросетям пользователи Яндекс.Браузера могут перевести и озвучить на русском видео с английского, немецкого, французского, испанского, итальянского и даже китайского языка. Причём это полноценная звучка несколькими голосами. Чтобы воспользоваться этой фичей, нужно открыть на Ютубе нужный ролик через Яндекс.Браузер и нажать на кнопку «Перевести видео». И всё, готово. У видео появится русская озвучка. В общем, скачивайте Яндекс.Браузер и смотрите иностранные видео в переводе нейросетей. Ссылка будет в описании. В этот раз начну с новостей моего канала, ведь на прошлой неделе я выпустил целых два больших видео. Во-первых, я рассказал вам полную хронологию Индианы Джонса, начиная с сериала про молодого Индии и заканчивая фильмами, книгами и даже видеоигрой. Ну а во-вторых, я наконец-то доделал свой мега-разбор или даже гига-разбор Тетриса, для которого созвонился с главными героями этого фильма и узнал у них эксклюзивные детали этой интересной истории. Это очень большой и уникальный видос, таких я раньше никогда не делал. На футболке Хэнка виднеется лого его игры «Блэк Оникс», что является очень точным повторением реальности. Это... да знаю я, это чёрный Оникс. Да, чёрный Оникс. А давай я тебе свою покажу. Так что очень советую вам его посмотреть. Ну а теперь к новостям кинопроката, где наступил полный Барби-геймер. Многочисленные мемы, шутки и фанатские поделки по поводу одновременного выхода Барби-Оппингеймера сделали своё дело. Фильмы Кристофера Нолана и Греты Гервик не просто рекордно стартовали в прокате, они сделали прошедшие выходные самыми кассовыми для кинотеатров США со времён «Мстителей. Финал», чем наконец-то поставили точку пандемийной эпохи. Барби умудрилась поставить рекорд ещё до премьеры, заработав 130 миллионов долларов на них только в предварительных продажах, что стало самым высоким показателем со времён «Аватара. Путь воды», предварительные продажи билетов которого были всего на 4 миллиона выше. Но тогда как общие сборы картины про пластиковую игрушку по итогам первых выходных больше чем в два раза превысили самые оптимистичные прогнозы и составили невероятные 356 миллионов долларов, 162 из которых пришлись на американский прокат. И это стало самым кассовым стартом среди всех комедий в истории, а также самым кассовым стартом фильма, снятого женщиной. Так что Warner Bros. сейчас явно пьют шампанское, ведь фильм уже окупил свой бюджет в 145 миллионов и начал отбивать затраты на маркетинг, которые составляют 100 миллионов долларов. Так что уже на следующих выходных фильм начнёт приносить прибыль, ведь судя по отзывам, Барби оказалась очень свежей. На Rotten Tomatoes у фильма 90% положительных отзывов, как от критиков, так и от зрителей. А вот на Метакритике картина скромнее. Пресса поставила фильму 80 баллов из 100, а вот зрители оценили «Розовое безумие» всего на 5,4. И судя по отзывам, низкие оценки фильм получает из-за того, что затрагивает очень чуткую тему патриархата и женской независимости. «Что это значит? Бред какой-то?» Но в битве за зрительские симпатии Барби всё-таки уступила Оппенгеймеру. На томатах у нового шедевра Кристофера Нолана сертификат свежести с рейтингом на 4% выше, чем у Барби. 94, как от зрителей, так и от критиков. На Метакритике фильм также получил бейдж обязательно к просмотру. И 89 баллов от прессы, и 9 из 10 от зрителей. Так что теперь это второй самый высокооценённый фильм Нолана на Метакритике, после Дюнкерка, у которого 94 балла. Короче, это бомба. А вот по сборам Оппенгеймер всё-таки проиграл Барби. За первые выходные ядерный Байопик собрал 180 миллионов долларов, 82 из которых пришлось на американский прокат. Кстати, киносети сообщили, что аж 200 тысяч зрителей купили сразу два билета, чтобы посмотреть оба фильма в один день. Так что Барбингеймер может запустить новый тренд на совместную рекламу одновременных кинопремьер. И это неудивительно, ведь шутка настолько вышла из-под контроля, что у Барбингеймера теперь есть свой трейлер. World will remember this day. Ещё один прокатный успех последних недель – это драма «Звук свободы», основанная на реальной истории бывшего американского агента, который посвятил свою жизнь спасению детей из сексуального рабства. Картина вышла 4 июля и неожиданно стала кассовым успехом, собрав только в первый день сумму, равную его бюджету – 14 миллионов долларов, благодаря чему он даже обогнал нового Индиану Джонса, который в этот день заработал 12 миллионов. Всего за первый уикенд «Звук свободы» заработал 20 миллионов долларов, а сейчас у картины уже 125 миллионов, и это при отсутствии рекламы и глобального проката, а также конкуренции с блокбастерами. И такой бешеный успех вызвал у общественности вопросы. Так что появилась теория, что на самом деле фильм был спонсирован движением «Куанон», людьми, которые верят в существование тайного правительства сутанистов-педофилов, которые поддерживают мировое рабство детей. По мнению сторонников этой теории, в это правительство входят бизнесмены, голливудские звезды, члены демократической партии и другие богачи. Так что во времена президентства Дональда Трампа они призывали его, как представителя республиканской партии, провести масштабную кампанию по борьбе с этим секретным сообществом. Разные журналисты отмечают тот факт, что фильм активно рекламирует консервативные медиа, а также то, что исполнитель главной роли, Джеймс Кэфизилл, неоднократно продвигал теорию «Куанон», и он же якобы оплатил билеты на «Звук свободы» для всех, кто не может позволить себе поход в кино. Поэтому многие считают, что «Звук свободы» был создан как пропаганда теории «Куанон», но на самом деле он искажает тему детского рабства, создавая у людей неправильный взгляд на эту проблему. В ответ зрители начали выкладывать ролики, в которых утверждают, будто бы киносети MC Regal намеренно саботируют показы картины, эвакуируют кинотеатры, отключают на сеансах фильма кондиционеры, не выключают освещение или отказываются продавать билеты на сеанс, ссылаясь на бронь всего кинотеатра. Но по мнению главы MC, Адама Аарона, многие интернет-пользователи просто хайпуют на теории заговора. Очень печально, что теории заговора широко распространены в США. Так много мусора распространяется. Больше миллиона человек посмотрели «Звук свободы» в кинотеатрах и MC, больше, чем в любой другой киносети на планете. Но многие продолжают утверждать обратное. Это какая-то дикость. Ещё один кассовый инди-хит этого лета – это мультфильм «Как поживаете?» студии Гибли. Новый мультфильм Миядзаки вышел в японский прокат 14 июля и собрал в первый уикенд 13 миллионов долларов, показав второй самый кассовый старт в истории студии после «Ходячего замка», который собрал 14 миллионов. И это при том, что у фильма совсем не было никакой маркетинговой кампании. Всё, чем поделилась студия – это названием и постером. Никакие другие сюжетные детали заранее не раскрывались. Но теперь интересно, как мультфильм покажет себя в мировом прокате. Сейчас там продолжает собирать деньги и седьмая миссия невыполнима, которая теперь вынуждена конкурировать с Барбингеймером. Сейчас общие сборы смертельной расплаты составляют 370 миллионов долларов. Кстати, в США блокбастер с Томом Крузом стартовал чуть слабее ожиданий. Картине предрекали 80 или 90 миллионов по результатам первой недели, но она собрала 78. Это даже меньше, чем у провального «Индианы Джонса и циферблат судьбы», который за первые пять дней собрал 82 миллиона. Сейчас общие сборы пятого «Индианы Джонса» составляют 335 миллионов, что ненамного выше его бюджета. Ну а чтобы выйти в ноль, ему нужно заработать минимум в два раза больше. Но это не главная проблема Диснея, который оказался перед огромными убытками. Помимо кассовых провалов в кинопрокате, студия также столкнулась с убытками от стримингового и телевизионного направлений. Bloomberg сообщает, что по итогам третьего квартала студия потеряет 800 миллионов долларов только на своих стримингах. Кабельное ТВ тоже перестает генерировать прибыль, так как постепенно уходит в прошлое. И чтобы как-то справиться с этой ситуацией, президент компании Боб Айгер решил избавиться от некоторых телевизионных активов. Он собирается продать телесеть ABC, сеть кабельных каналов FX и телеканал Freeform. Эта сделка потенциально должна принести Диснею 8 миллиардов долларов, на которой студия может выкупить долю стриминга Hulu у NBC Universal, которая владеет 30% акций. Также Дисней планирует продать и спортивный канал ESPN, который может купить Apple. Однако Bloomberg сообщают, что в индустрии уже начали ходить слухи о том, что Боб Айгер хочет продать Apple всю компанию Дисней. В статье сказано, что это только слухи, но они уже какое-то время ходят в индустрии, где не бывает дыма без огня. Давно ходят слухи, что Айгер продаст весь Дисней компании Apple. Все еще трудно представить, что Айгер может продать кому-то Дисней. Он всегда был строителем, а не продавцом. Но Боб Строитель сейчас вынужден очень много сокращать. Правда, слияние таких крупных компаний вряд ли одобрит антимонопольная комиссия. Я не позволю тебе этого сделать! Но Диснею явно придется что-то делать, чтобы остановить это стремительное падение. Ведь из-за масштабных забастовок сценаристов и актеров, все крупные студии поставили большинство своих проектов на паузу. На паузе уже оказались Гладиатор 2, Дэдпул 3, Битл Джуз 2 и лайв-экшен ремейк Лилу и Стич. При этом производство таких крупнобюджетных фильмов, как Гладиатор 2 и Дэдпул 3, обходится студиям 600 тысяч долларов в неделю. Аналитики считают, что забастовка продлится как минимум несколько месяцев, так как ни одна из сторон не собирается уступать. А один из инсайдеров рассказал, что главной целью альянса продюсеров является максимизация прибыли за счет сокращения художников. О чем мы с вами спекулировали в моем телеграм-канале буквально полгода назад. Ситуация сводится к противостоянию коммерции и искусства. Сейчас происходит вот что. Коммерция не понимает, как мыслят художники. Продюсеры считают, что могут делать эту работу без художников, с помощью искусственного интеллекта. Они думают цифрами. Коммерция хочет выиграть в прибыли, но она никогда не выиграет без художников. Это схватка Давида против Голиафа. Конфликт настолько непримирим, что его даже не смог разрешить спаситель кинопроката, Том Круз. The Hollywood Reporter рассказал, что Круз как актер и как продюсер участвовал в переговорах между гильдией актеров и альянсом продюсеров. Он пытался убедить альянс выслушать обеспокоенность участников гильдии по поводу использования нейросетей, и в то же время хотел уговорить актерский профсоюз позволить исполнителям участвовать в продвижении фильмов, так как кинопрокат до сих пор находится в нестабильном состоянии. Но ни альянс, ни гильдия не пошли на эти уступки. Однако профсоюз актеров все-таки позволил сниматься тем исполнителям, которые работают над инди-проектами, не связанными с альянсом продюсеров. Всего таких проектов оказалось 39, два из которых снимает независимая студия А24, Дева Мария с Энхетовой и Михаилой Коул, и Смерть Единорога с Полом Радом и Дженой Артегой. Такое решение поддержал и Марк Руффало, который предложил превратить индустрию инди-фильмов в полноценного конкурента современной голливудской системы. Как насчет того, чтобы всем уйти в инди? Авторы будут создавать систему производства фильмов и сериалов наряду со студиями и стриминговыми сетями. Тогда будет реальная конкуренция. А вот по поводу главного яблока раздора, искусственного интеллекта, высказался Джеймс Кэмерон, который предсказал эту проблему еще в 80-х. Он пошутил, что предупреждал всех еще в 84-м году, но никто его не послушал. А также высказал сомнения по поводу того, что нейросети когда-либо смогут создавать истории о нашей жизни и о том, что мы чувствуем, так, что это тронет зрителей. Лично я не верю в то, что бестелесный разум, который может просто извергать из себя то, что сказали настоящие люди о жизни, которая у них была, о любви, о лжи, о страхе, о смертности, который смешивает это все в словесный винегрет, я не верю в то, что он может сделать что-то, что тронет аудиторию. Ну, давайте подождем лет 20, и если искусственный интеллект выиграет Оскар за лучший сценарий, то тогда нам стоит задуматься об этом серьезно. Главной же опасностью искусственного интеллекта, по мнению Кэмерона, является возможность его вооружения, что может сделать его угрозой, сопоставимой с опасностью ядерного оружия. Я думаю, что самая большая опасность – это вооружение искусственного интеллекта. Мне кажется, что скоро мы вступим в новую ядерную гонку, но с искусственным интеллектом. Если мы не построим такое оружие, его построит кто-то другой, и тогда ситуация начнет накаляться. Но ситуация вокруг искусственного интеллекта уже накаляется. Как мы видим по забастовкам профсоюзов, которые уже сейчас видят в нейросетях угрозу. Забастовки, кстати, повлияют не только на проекты, находящиеся в работе, но и на готовые картины, которые студии уже были готовы выпустить в прокат, так как теперь их некому рекламировать. Так что в этом году мы вряд ли увидим вторую часть Дюны, которая как раз-таки делает ставку на свой звездный каст. Вэрайте сообщил, что Warner Bros. смогут перенести релиз продолжения sci-fi Дэнни Вильнёва на 2024 год, но пока они еще не обсуждали ту возможность с Legendary Pictures, которая занималась производством фильма. Ворнеры пока не приняли окончательное решение, но если забастовка продлится до осени, это, скорее всего, произойдет. Также студия рассматривает возможность переноса мюзикла «Цветы лиловые полей» и проблемного Аквамена «Потерянное царство», который, как я рассказывал, пережил несколько волн пересъемок. Первый Аквамен собрал в прокате больше миллиарда долларов, так что неудивительно, что Ворнеры пытаются хоть как-то вытянуть сиквел, который потенциально может собрать большую кассу, даже несмотря на то, что он поставит точку в расширенной киновселенной DC. После этого Джеймс Ганн и Питер Сафран перезапустят киновселенную, где будут заново пересмыслять классических героев DC. Да, несмотря на то, что Ганн намекал, что Джейсон Момоа, Эзра Миллер и Гал Гадот могут продолжить играть своих героев в обновленной DCU, теперь кажется, что это не так. DC этим летом выпустили переиздание комикса «История Чудо-женщины Амазонки», в описание которого добавили тизер сериала «Потерянный рай» про предысторию Амазонок на острове Тимискира. Как и сериал, комикс рассказывал предысторию Амазонок, которые устроили на Тимискире гражданскую войну, а также подводил историю к появлению во вселенной «Чудо-женщины», что сказано прямо в синопсисе. Когда отчаявшаяся женщина по имени Ипполита перешла дорогу Амазонкам, началась череда событий, которая привела к открытой войне на небесах и созданию величайшей хранительницы Земли. Но учитывая, что сериал про Амазонок стоит в расписании раньше каких-либо проектов про Диану Принц, кажется, что Ганн повторит поворот комикса и представит через этот сериал новую версию «Чудо-женщины». Так что кажется, что пришло время выбирать новую исполнительницу на роль легендарной Амазонки. Жду ваше предложение в комментариях. Пока студия DC перезапускает киновселенную, Марвел готовится к перезапуску «Людей Икс». В следующем году у них запланирован первый фильм КВН с участием радиоактивных людей «Дэдпул 3». Там нам покажут мутантов из киновселенной «Фокс», двух из которых Дэдпул и Росомаху уже можно было увидеть на слитых кадрах со съемочной площадки. Но кажется, что это не самое крошесносное, что нас ждет в триквеле. Создатель болтливого наемника Роб Лайфилд поспешил успокоить фанатов, которые оказались расстроены утечками с площадки Дэдпула. В ответ одному из фанатов он заявил, что фильм обязательно удивит зрителей, в чем все убедятся, когда его посмотрят. Вернемся к этому вопросу в мае, потому что вы точно охренеете. Ну, вряд ли мы увидим фильм в мае. Ну, вы поняли. Также кадры с площадки намекали на то, что студия Марвел символически уничтожит киновселенную Фоксов. Очевидно, чтобы проложить дорогу своим мутантам, которые уже точно есть в киновселенной. И вы об этом знаете, если смотрели мой выпуск про мутантов. Если нет, позор. Нам уже успели показать двух мутантов и затизерили появление Адамантия в Капитане Америки «Дивный новый мир». Ну, а в секретном вторжении студия ставила жирный намек на то, что ученые уже вовсю исследуют Ген Икс. Но не беспокойтесь, здесь не будет спойлеров к сюжету сериала. В четвертой серии сериала на заднем фоне можно заметить обложку книги «Расшифровка гена суперлюдей», обратную сторону которой украшает блик света в форме знакомой буквы «Х». Это выглядит как жирнющий намек на то, что уже в Марвелах нам раскроют больше информации про Ген Икс. Ведь Камала Хан официально мутант, и она раскрыла свои силы при помощи древнего браслета. Ну и на днях в полноценном трейлере Марвелок нам показали, что главная злодейка Дар Бен тоже будет использовать похожий или тот же самый браслет для того, чтобы использовать свои силы. Очень похожий на те, что дал Ронану-обвинителю камень силы в «Страже галактики». Другой интересный момент трейлера – это сцена с танцем Кэрол Денверс и принца Яна, который в комиксах был принцем на планете Алладна, где по строгому обычаю женщины сами выбирают себе мужей. Ян должен был жениться против своей воли, так что он попросил Кэрол помочь ему расстроить свадьбу. Но на планету напала инопланетянка, которая также захотела жениться на Яне, чтобы захватить власть. Но Денверс победила ее в бою, стала законной невестой Яна и отменила архаичные обычаи. И судя по всему, в фильме воссоздадут этот сюжет вплоть до привычки жителей планеты говорить рифмами, ведь ранние слухи утверждали, что героиня попадет на планету, где все будут петь. Ну а еще в трейлере есть отсылка к «Человеку-пауку нет пути домой». Можно заметить бронзовую статую свободы. Если не помните, статуя свободы была уничтожена в финальной битве в «Нет пути домой», но, как нам покажут в Марвелах, власти успели восстановить монумент. Вот только его цвет стал отличаться, так как бронза, из которой сделана оригинальная статуя свободы, от времени успела окислиться и приобрести зеленый оттенок. А вот новый монумент выглядит так, как выглядела статуя свободы в 19 веке. Также в материале Entertainment Weekly рассказали о том, чем занималась Кэрол Денверс после концовки «Мстители. Финал». Оказалось, что она провела большую часть времени за пределами Земли, охотясь за злодеями в разных уголках вселенной и, по словам Бри Ларсон, полностью сфокусировалась на своей работе. После всех событий Кэрол стала кем-то вроде трудоголика и потеряла связь со своим сердцем, семьей и друзьями. Кстати, выход Марвел к сразу после успешных «Стражей Галактики 3» может дать буст кассовым сборам Марвел. Зрителям наверняка захочется вновь погрузиться в космическую сторону киновселенной и узнать, что происходит после финала «Стражей». Джеймс Ганн тем временем рассказал одну важную вещь касательно финала картины. Тот факт, что высший эволюционер выжил после событий фильма это канон, несмотря на то, что из концовки вырезали сцену, где ракета сажает злодеев в тюрьму. Я думаю, это канон. По крайней мере, то, как Дракс спасает его вместе с животными является каноном. Из Ван Де Вижена тоже, как оказалось, вырезали важную сцену. В сети появилось фото из сценарной комнаты сериала, на котором видно сториборд с описанием нескольких сцен Ван Де Вижена. На одном из стикеров можно заметить описание сцены, в которой должен был появиться Доктор Стрэндж, пусть и в качестве камео. Агата слышит те же звуки, что издавали Близнецы. Она открывает зеркальное измерение, раскрывая, что Доктор Стрэндж в ловушке. Что могло бы объяснить, где был Стрэндж во время кризиса в Вестриум. Но в итоге это так и осталось без объяснения. Все-таки такое огромное количество проектов сказывается на общей сюжетной ветке всей киновселенной. Ведь в первой фазе студия продумала все до мелочей, и это в итоге сработало. Кроме того, это позволяло им уделять много внимания качеству самих фильмов, благодаря чему мы получили того же Железного Человека, который до сих пор считается лучшим фильмом киновселенной. Слова похвалы нашлись даже у Кристофера Нолана, который не очень любит супергеройку. Он заявил, что решение взять Роберта Дауни-младшего на роль Тони Старка одно из самых великих в истории кино. Когда Джон Фавро осознал, что его нужно взять на роль Железного Человека, это было одним из величайших решений в истории кино. Вы только посмотрите, что он сделал и куда все это привело. Я думаю, что Джон просто знал, каким потрясающим и невероятным потенциалом обладает Роберт. Также на подкасте Happy Sad Confused вспомнили и старые слухи о том, что Нолан мог бы стать режиссером одного из фильмов Бондианы. И спросили у режиссера, хотел бы он сейчас поработать над франшизой про Агента 007. И Нолан заявил, что с радостью бы это сделал. В влияние этих фильмов на мою фильмографию просто очевидно. Для меня было бы большой честью снять такой фильм. В то же время, когда ты берешься за такого персонажа, ты работаешь с набором определенных ограничений. Поэтому это должен быть правильный момент в творческой жизни, когда ты можешь полноценно погрузиться в проект, несмотря на действующие ограничения, и выразить все то, что чувствуешь. Потому что вы вряд ли захотите браться за что-то подобное и делать это неправильно. Нолан признался, что даже общался с продюсерами Бондианы много лет, так как является фанатом персонажа, и ему очень интересно, как его будут развивать дальше. На протяжении многих лет я общался с продюсерами этот персонаж, и я всегда с предвкушением жду, что они с ним сделают. Может быть, когда-нибудь это произойдет, если вы понимаете, о чем я. Вы должны быть востребованы. Его нужно переосмыслить, и он должен нуждаться во мне. Ну а пока что, они вроде хорошо справляются со своей работой. Я не знаю, кто бы не хотел увидеть Джеймса Бонда от Кристофера Нолана. Пожалуйста, дайте Нолану снимать Бонда. Другая шпионская франшиза, миссия невыполнимая, сейчас столкнулась с обвинениями в плагиате со стороны геймдиректора игры Uncharted 2 Among Thieves Брюса Стрейли. По его мнению, создатели седьмой миссии невыполнима в наглую скопировали известную сцену с поездом из начала Uncharted 2. В качестве доказательств он опубликовал несколько кадров из фильма и скриншотов из игры, которые выглядят практически одинаково, а один из кадров даже повторяет постер игры. Однако Кристофер Макуори, снявший последние три фильма невыполнимой миссии, никогда не скрывал, что вдохновлялся серией Uncharted при работе над своими фильмами. Но учитывая, что сейчас Sony и сама превратила Uncharted в крупнобюджетную кинофраншизу, она бы могла подать на Paramount в суд. Но кажется, что Sony сейчас заняты экранизацией своих других игровых серий. И на днях в сети появился новый трейлер адаптации Gran Turismo, над которой трудится Нил Бломкамп. Из ролика стало понятно, что в фильме нас ждут некоторые узнаваемые элементы из игры, вроде камеры из-за машины и траектории движения, которые Gran Turismo использует для облегчения игры новичкам. Напомню, что фильм расскажет историю реального игрока в Gran Turismo, которого отобрали для участия в реальных гонках. И трейлер как раз-таки показывает, какой сложный путь приходится пройти геймеру, чтобы достичь успеха в реальном спорте. Пример состоится уже 11 августа. Кстати, в Сан-Диего сейчас стартовал Comic-Con, который в этот раз, правда, сосредоточен на промо-материалах ближайших проектов. Так что в сети уже начался парад трейлеров. Официальный трейлер получил sci-fi-создатель Гаррета Эдвардса, который рассказывает про будущее, где люди ведут войну с машинами под управлением искусственного интеллекта. И по нему кажется, что нас ждет что-то в духе другого проекта Гаррета Эдвардса из Гоя-1, только про войну не с империей, а с искусственным интеллектом. Студия 20-й век выпустила полный трейлер очередной экранизации Агаты Кристи с Кеннетом Бранной «Призраки в Венеции». Он сделан в духе трейлеров хоррора, так как в фильме знаменитый детектив Эркюль Пуаро будет расследовать убийства, которое произошло во время спиритического сеанса, казалось бы, не без помощи мистических сил. Выходит картина 15 сентября. Мистикой собирается удивлять и другой проект Диснея «Особняк с привидениями», который также получил новый трейлер. Там показали формирование команды охотников за привидениями, которые будут разгадывать тайну особняка, одержимого потусторонними силами. Адалтсвим тоже порадовал всех любителей аниме. Первым тизером аниме по Рику и Морти, который показывает, как будет выглядеть новый сериал в стиле японской анимации. Пока деталей сериала немного. В первом сезоне нас ждет 10 эпизодов, а в ролике можно заметить новую героиню, которая, очевидно, станет напарницей Морти. Ну а продюсер оригинального Рика и Морти, Стивен Левье, рассказал на Комик-коне, что седьмой сезон шоу выйдет чертовски скоро. А сейчас команда занята поисками нового актера озвучки главных героев на замену Джастину Ройланду. Мы приближаемся к завершению процесса рекаста, поэтому все должно получиться. Я под большим впечатлением. Это точно не та вещь, которая может омрачить сериал. Самая ожидаемая прямо сейчас анимация Черепашки-ниндзя Погром мутантов тоже получила новый трейлер, который показывает новых мутантов и заодно высмеивает прошедший релиз Барби в стиле Робоципа. А вот не менее безумная экранизация Borderlands наконец-то получила дату релиза. Экшен Элай Рота выйдет в прокат 9 августа 24-го года, что наконец-то внушает оптимизм, ведь фильм был в производственном аду. Borderlands несколько раз переснимали и переписывали сценарий из-за плохих отзывов с тестовых показов. Сообщают, что сценарий Крейга Мэйзена переписывали летом 2022 года вместе с пересъемками, а в январе фильм снова оказался на пересъемках, но уже под руководством другого режиссера Тима Миллера, для которого вновь переписывали сценарий. Ну а теперь говорят, что Крейг Мэйзен и вовсе потребовал убрать свое имя из титров и заменить псевдонимом Джо Кромби. Правда, позже Мэйзен попытался опровергнуть эту информацию и заявил Порталовый Райти, что его имя и не должно было оказаться в титрах. Я не являюсь автором сценария фильма, поэтому не могу претендовать на соавторство и тем более на авторство Бордерландс. Я видел информацию о псевдониме, но она ложная. Я не использую никакой псевдоним. А если имя, о котором идет речь действительно псевдоним, то все, что я могу сказать, это то, что оно точно не мое. Короче, мы вряд ли уже увидим тот фильм, который задумывал известный по бесславным ублюдком Тарантино Эллай Род. Квентин Тарантино же сейчас работает над своим последним фильмом, Кинокритик, и к его касту, похоже, примкнул Сэмюэль Л. Джексон. Джексон дал интервью изданию Валчер, где его спросили, примет ли он участие в последнем фильме Тарантино, с которым актер работал аж над пятью фильмами. Но Сэм отказался отвечать и вместо этого рассмеялся. Ну а позже инсайдер Дэниел Рифтман подтвердил, что Джексон снимется в Кинокритике. Так что это будет сериалы уже можно посмотреть в кино и в сети. В мировой прокат вышли биографическая драма Кристофера Нолана «Оппенгеймер», которая рассказывает о жизни американского физика Роберта Оппенгеймера и создании первой ядерной бомбы, а также комедия Барби про знаменитую куклу, которая пытается приспособиться к жизни в реальном мире после изгнания из Барби Лэнда за несоответствие его нормам красоты. В российский прокат вышла французская драма с Джонни Деппом «Жанна Дюбари», сюжет которой повествует о девушке из низшего сословия, которая становится фавориткой короля Людовика XV и сталкивается с неприятием со стороны его двора. Американский триллер «Схватка с дьяволом» рассказывает про таксиста, которого берет в заложники вооруженный пассажир за некие грехи прошлого. В британской сай-фай-драме «Рубеж выживания» специалисты на сверхсекретном объекте оказываются без ресурсов и связи перед приближающимся штормом. Так что теперь им нужно выжить и заодно выяснить, в какую зловещую игру они оказались втянуты. Девушка-курьер сталкивается с непредвиденной ситуацией во время выполнения заказа. Заказчик так и не является навстречу, а вместо него героиня сталкивается с его сыном, которого преследуют громилы. Повторный прокат также вышел в фантастический триллер «Донни Дарка» про старшеклассника, видящего человека в костюме кролика, который сообщает ему, что меньше чем через месяц наступит конец света. В онлайн-магазинах вышла новая глава киновселенной DC «Флэш», где сверхскоростной герой Барри Аллен в результате манипуляций со временем создает таймлайн, в котором нет супергероев, и когда на Землю нападают пришельцы, он вынужден собрать свою команду из людей со сверхспособностями. На холлу состоялось возвращение легендарного сай-фай-мультсериала «Футурама», который остроумно рассказывает про приключения команды курьеров в 31 веке. Также на стриминге вышло продолжение сериала «Правосудие» с подзаголовком «Первобытный город», где заместитель маршала США отправляется в Детройт для поиска преступника. Netflix выпустил фантастический боевик «Они клонировали Тайрона» про наркоторговца, секс-работницу и сутенера, которые распутывают глобальный заговор. Иви порадовал комедийным сериалом «Разрешить обратиться» про полицейского, который после укуса зараженной собаки становится оборотнем и использует новые силы для борьбы с преступностью и решения своих личных проблем. Ну а на «Парамам плюс» уже можно посмотреть сериал «Спецназ львица», где спецотряд женщин-военных пытается предотвратить теракт на территории США. Ну а я на прошлой неделе посмотрел просто кучу фильмов и сериалов. Точнее, один сериал. Я посмотрел все серии «Черного зеркала». Скажу вот так, вкратце, без спойлеров, только две серии претендуют на звание серии «Черного зеркала». Остальные вообще непонятно, какого хрена забыли в этом сериале. История про демона какая-то недотетрадь смерти непонятная. Серия про папарацци Мэйзи Дэй вообще просто скатилась в такое, что я сидел и не мог понять, что я смотрю. Американскую историю ужасов или «Черное зеркало». Короче, я прям был очень сильно разочарован и зол, если честно, потому что это один из моих любимых сериалов. Я его ждал 4 года, этот сезон. Они выпустили 5 серий, из которых только 2 претендуют на роль серии «Черного зеркала». Одна из них, ну, супер топ, Джон из Офул. Вот самая первая серия, это просто вот шедевр. Я уже об этом говорил в прошлом выпуске. Ну и теперь вторая серия, это «Бьян Дэ Си», вот эта, которая, третья серия с Арном Полом и с Джошем Харнетом. Ну, она тоже такая белыми нитками сшитая, потому что, ну, как бы, зачем отправлять космонавтов, если у них есть синтетические реплики? Можно же отправить было синтетические реплики. Ну и вообще, почему не сделать несколько синтетических реплик, если космонавт может, как бы, перемещаться в другую реплику своим сознанием? Короче, очень странная серия и концовка. Как-то меня, если честно, немного разочаровала. Можно было как-то выкрутить поинтереснее. Единственное, только вот Джон из Офл это 10 из 10 шикарнейшая серия в духе черного зеркала, в духе вот современной текущей проблемы, точнее, ну, не проблемы, а текущего такого развития нейросетей. Ну, в общем, обязательно смотреть только первые. Остальные по желанию и, в общем, так, лучше пересмотреть старые серии. Ну, еще я посмотрел под Сильвер Лейк. Мне очень его советовали, много раз советовали разные люди, но я вам советовать его не буду, потому что это какая-то чушь. У меня такое ощущение сложилось, что этот фильм просто вот такой, типа, хочу быть очень странным фильмом, хочу быть, типа, нуар, но такой не нуар, ну, типа, вот смотрите и не понимаете, что происходит, там потом, короче, додумайте себе сами, что хотите. Короче, я не люблю такие фильмы, под Сильвер Лейк мне не понравился. И если вам понравился, то переубедите меня в комментариях, может быть, я просто не понял его до конца, и, в общем, если есть там что-то в этом фильме, что действительно стоит того, чтобы его посмотреть, напишите в комментариях, может быть, в следующем видео я исправлюсь и расскажу вам, что, типа, ни хрена себе, я был не прав, оказывается, вот это вот то, а то вот это. Короче, пишите. Ну, еще я впервые посмотрел Рестлера, Даррен Ароновский, я вот после просмотра «Мамы», я прям загорелся посмотреть вот другие фильмы, но, честно говоря, Рестлер мне не так понравился, как о нем говорили все критики, там у него рейтинг просто огромный, там и номинировался на Оскар Микки Рурк. Да, конечно, это как возвращение Микки Рурка, как его вот, можно сказать, даже такое символическое отражение, отзеркаливание его карьеры, ну, возможно, это прикольно. Ну, как фильм, опять же, это то же самое, что вот там «Земля кочевников», в которой просто влог женщины, которая, типа, там жила, пыталась выжить. Вот Рестлер, типа такой влог Рестлера. Вообще, фильм очень клевый тем, что, по сути, это такая психологическая драма, потому что ты понимаешь, что этот человек, несмотря на то, что он взрослый, несмотря на то, что он уже пожилой, там, грубо говоря, он уже, как бы, отжил свое, он, тем не менее, еще остается ребенком. Он вот тот самый обидчивый мальчик, который хочет, чтобы его любили, поэтому он идет на ринг, и несмотря на то, что он страдает, поэтому он не может там примириться со своей дочкой, потому что он ведет себя как ребенок, даже несмотря на то, что он уже взрослый. Короче, это такая, можно сказать, драма о взрослении, а точнее, о проблеме взросления. То есть, эта проблема, она существует сейчас, везде, у всех у нас с вами, у всех есть эта проблема, просто рано или поздно мы приходим к ее осознанию и начинаем уже что-то с этим делать. Поэтому, чем раньше к ней приходишь, тем лучше и легче жить. Вот. И, короче, не надо жить как рестлер. Не нужно ждать общественного одобрения, принятия там всеми остальными. Короче, лучше сосредоточиться только на круге близких людей, посвятить свою жизнь им и любить их и наслаждаться взаимностью. Ну, а что из этого списка смотрели вы? Напишите в комментариях. А на этом все. Я надеюсь, что вам понравился этот видос и вы поставите ему свой информационный лайк. Cut the crap. Мы режем киноленты.